У нас не было какого-то плана, что мы должны эмигрировать или искать за работу. Там, на самом деле, достаточно большое количество таких нюансов. На Кипре всё-таки жить дорого. Если вы задумаете переезти на Кипр, нужно здраво взвешивать плюсы-минусы. Всем, кто подключается, здравствуйте! Меня зовут Ангелина, и мы продолжаем нашу тему переезда в другую страну. К нам сегодня на эфир приглашена мама двоих деток, Анастасия, и говорить мы будем про Кипр. Нам нужно будет выяснить, кому же всё-таки подходит жизнь на острове. Все, кто с нами, оставайтесь с нами до конца. В конце эфира вас ждёт приятный бонус. И чтобы сделать эфир максимально полезным, не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы будем на них отвечать. Сейчас буквально минутку, и будем подключать нашу маму. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Слышно ли меня? Да, слышно ли вам меня? Отлично, да, я сейчас слышу прекрасно, вижу. Супер, связь отличная, я тоже вас отлично вижу. Как ваши дела? Как настроение? Готовы ли вы к эфиру? Рабочая, да, давайте начинать. Давайте, Анастасия, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, про вашу семью и как вы выбрали Кипр. У меня двое детей. Марку старшему 6 лет недавно исполнилось, младшей Зуи ей сейчас, вот сегодня 7 месяцев, она родилась на Кипре. Мы переехали на Кипр в октябре 2016 года, это получается больше 5 лет, 5,5 лет. Да, вообще такой хороший план. Старшему ребенку было полгода на тот момент. Мы переехали совершенно, то есть у нас не было какого-то плана, что мы должны эмигрировать, или там искать, взять работу. Ну, мы про это думали, но это не было какое-то такое целенаправленное решение, что все, вот мы хотим ехать на Кипр. Более того, мы никогда не были на Кипре до того, как мы переехали. Ого! Да, просто мы уже предложили его российская компания, предложила релокацию на условиях, которые, в принципе, нас устраивали. И мы решили, ну, почему бы не поехать, море, солнце, ну, как бы такой стереотип о Кипре, нормально с маленьким ребенком. Я в тот момент была в декрете, и, в общем-то, мы переехали. Так вот, мы оказались на Кипре, и это, кстати, достаточно такая история типовая. То есть очень многие приезжают просто попробовать, остаются достаточно надолго. Так что Кипр выбрал нас, а не мы выбрали Кипр. Вот как-то так получилось. Вы переехали из России, правильно? Да, мы жили в Москве. Да, вы жили в Москве и переехали на Кипр. Какие, наверное, первые ваши трудности или нетрудности, впечатления, с которыми вы столкнулись при переезде? Я вот сейчас расскажу, как бы, наверное, о тех трудностях, которые были у нас, но сейчас немножко по-другому, потому что мы все-таки ориентируемся, наверное, на людей, кто вот сейчас хочет приехать. Поэтому я так буду немного сравнивать. Смотрите, когда мы переезжали, на тот момент не было такого информационного пространства, как сейчас. То есть не было этого бесчисленного количества телеграм-каналов. Я не знала вообще, как найти на Фейсбуке кипрские группы. Не было такого количества людей в Инстаграме, такого количества блогов. То есть это вот как-то все мы собирали по частям. Сложнее было найти информацию. Да, то есть здесь был буквально один форум, который сейчас уже не существует. И вот там что-то можно было как-то пытаться искать. Естественно, здесь помогали мужу коллеги по работе, хотя у него не многочисленный офис, но какая-то вот первичная информация была от них. И поэтому это было вот именно мы находились в таком немножко информационном вакууме. Мы не очень понимали, что делать. Сейчас немножко другая ситуация все же. Информации много. Пожалуйста, вот, собственно, вы того там не написали, да, я вот пришла на эфир, все рассказываю. И также можно сделать, не знаю, написать любому блогеру на Кипре, скорее всего, вам ответят. И как бы дадут ту информацию, которую вы запрашиваете, если человек в курсе. Это была первая сложность. Вторая сложность, она была тогда, остается сейчас. И это первый вопрос, который, наверное, нужно вообще задать себе, если вы сейчас собираетесь приехать на Кипр. Это аренда. В тот момент не было такого наплыва, как вот то, что мы видим сейчас. За последнее время на Кипр, те цифры, которые я знаю, порядка переехало 15 тысяч человек из Украины, России и Беларуси. Это большая, такой большой, как бы, пул людей. И здесь, естественно, рынок аренды вот так вот просто... Растет. Он растет, и более того, вы просто не можете найти, ну, просто нету такого количества домов. Домов, квартир, чтобы расселить всех желающих. Это проблема большая. И тогда она тоже была, но, как бы, мы все равно нашли через, я, по-моему, даже через Инстаграм нашла, совершенно случайно. Потому что здесь такое жилье, если кто-то сталкивался с жильем на юге, любая южная страна, оно не очень приспособлено для южной зимы. То есть здесь очень холодно зимой. И мы, кстати, переехали под зиму, и это был шок. Первый, мы очень сильно замерзли, потому что внутри домов они не отапливаются. Здесь практически нет центрального отопления. И если это старое жилье, и 80, наверное, процентов того, что сейчас сдается, и тогда сдавалось, это все-таки старый жилой фонд, там нету теплых полов, нету газового отопления, за редким исключением. Все отапливается кондиционерами или обогревателями напольными. И вот это была, то есть для нас это была такая неожиданность, то, что на Кипре очень холодные зимы. Именно промерзаешь от того, что дома холодно. То есть у тебя дома, если ты не отапливаешь, 15 градусов. На улице при этом может быть 20 зимой. То есть на улице теплее, чем дома. Да, да, то есть ты выходишь на солнышко погреться. Вот аренда, это то, о чем нужно... Я просто такие маячки буду расставлять. Аренда, это то, о чем нужно задумываться до того, как вы, собственно, сюда переехали. До раннера. Да, но при этом найти что-либо можно только на месте. То есть вот такая двоякая ситуация. Можно попробовать поиграть с городами. Сейчас, в принципе, в тот момент, когда мы переезжали, Лимассол все-таки, вот где мы сейчас, Лимассол все-таки был такой наиболее... Во-первых, это самый русскоязычный город. Здесь самая большая комьюнция русскоязычная. Во-вторых, здесь сидят... Это такой бизнес-центр. Здесь сидят все офисы в основном. Часть сидит в Никосии. Но сейчас все-таки, в том числе и за арендой, и вот таких проблем, люди едут и в Ларнаку, и в Пафа, Да, кстати, я это не сказала. Нужно было это сделать сразу. Я забыла сказать. Смотрите, мы сегодня говорим только про республику Кипр. То есть остров Кипр, который находится в Средиземном море, он разделен на две части. Наибольшая часть, то, что иногда еще называют Южный Кипр, это республика Кипр, официально признанная всеми... Страна, входящая в Евросоюз. Вот, собственно, то, куда все сейчас релацируются. И есть еще Северный Кипр. Кипр — это оккупированные Турцией территории. У них здесь очень долгий, длинный конфликт. И они никем не признаны, условно. Туда можно переехать границу. Она, в принципе, достаточно свободная с республики Кипр. Но просто очень многие задают, они вообще не понимают вот этого и путают. То есть Северный Кипр, Южный Кипр. И опять же, например, Северный Кипр — это Турция. И там совершенно... Я вообще про него ничего не знаю. Но я знаю, что там, условно, намного все дешевле. И совершенно другие условия жизни и так далее. Так что мы говорим про республику Кипр. Еще раз. И я вот сказала про аренду, да. То, что это была сложность, она остается сейчас. И это большая проблема. Чуть позже я расскажу про школу, потому что это тоже вторая проблема, с которой сейчас сталкиваются. Да, вторая. Обычно очень много людей именно приезжает. И, значит, для нас еще, так как мы приехали с маленьким ребенком, для нас одно из такой неожиданных... Ну, она, как сказать, она ожидаемая была проблема. Но мы как-то ее не осознавали до конца. Это отсутствие бабушек и дедушек. Потому что мы остались с ребенком, в общем-то, вдвоем, наедине. Да, это первый ребенок. У нас не было тогда никаких каналов. Мы даже не знали, у кого спросить, как найти няню, какого-то бабиситера. То есть вот на это на все ушло время. Это был такой достаточно сложный период, когда муж устраивался, условно там, устраивал какие-то визовые, решал проблемы. Я сидела дома одна с ребенком. Вообще в информационном вакууме у нас там были какие-то знакомые. Но это, как бы, понятно, что немножко другое. И мы очень долгое время вообще не могли ни на кого оставить ребенка. Это такой, как бы, фактор, который сидит без бабушек и дедушек, наверное, представляет себе, что это такое. Тяжело, конечно, тяжело. Да. Одни, друзей, родственников нет. Соответственно, круг знакомых – это всегда большая проблема в любой миграции. И, да, это была одна из вот таких первых проблем, в том числе из-за того, что тогда было сложнее, в принципе, кого-либо найти и познакомиться. Сейчас, опять повторюсь, это проще. А вернусь вот к вашему вопросу по поводу жилья. Насколько вообще сложно получить ВНЖ? То есть, когда вы приезжаете, живете, какие с этим есть вопросы? Смотрите, на Кипре можно легализоваться несколькими способами. Я не очень знаю про то, как сейчас работает покупка недвижимости, потому что эту тему немножко прикрывали за последнее время. Популярная у нас не была, и, наверное, ее как-то... Ну, там вот эта вся раздача золотых паспортов и так далее. Я знаю, что, да, если вы здесь покупаете недвижимость стоимостью, по-моему, где-то же, ну, возможно, 1300 евро, может быть, меньше. Я не знаю, если кто-то еще съездит, кто меня смотрит с Кипра, и может прокомментировать, и знает вот эту визу, напишите, пожалуйста. Но, в принципе, да, если у вас здесь есть жилье, вы можете податься на визу. Она там какая-то категория у нее своя присваивается, и вы по ней здесь можете находиться. А, вот муж пишет 300 тысяч. Спасибо. Да. Но в основном все либо здесь приезжают по рабочему контракту, и, соответственно, у вас рабочая виза. Условно, например, у вас муж работает, оформляет здесь рабочую визу, и вся семья, как бы family reunification такой, он, как бы, всякому, то есть мы присоединяемся к его рабочей визе. При этом мы работать не можем. То есть, ну, это было до недавнего времени, опять же, потому что сейчас немножко меняется вот эта вся визовая история. Вроде как рассмотрели этот законопроект, опять же, никто не знает, но про это очень много говорили до февральских событий, про то, что если ты такой, если сюда приезжает семья с, например, IT-специалистом, это специальность, которая востребована, то супруга, супруги, да, ну, или, например, жена приезжает с мужем, такое тоже бывает, то супруг имеет право по, как бы, вот этой, к этой виде присоединиться и тоже работать здесь. Это же большая проблема, что люди, например, жены, давайте так назовем их, русскоязычных айтишников, работать здесь долгое время не могли, потому что эта виза не, как бы, дает возможности работать. На них не распространяется, только на одного члена семьи. Да, да. И это, значит, у нас есть вот эта виза, которая дается по жилью, вы работать не можете по ней, то есть только здесь находиться. Виза, которая дается, если у вас рабочий контракт, соответственно, она дается на срок рабочего контракта, каждый год продлевается, то есть это такая достаточно сложная процедура, работодатель еще должен, как бы, побороться за вас. Ну, в основном, если это айти-специальности, это как-то более-менее проходит быстро. Востребованные популярны. Да, ну, в основном, потому что все-таки айти, да, айти-финансы, опять же, сейчас финансы из России не так будут востребованы, но айти, да. И еще вариант, это обычный визитор. Если у вас есть, если вы можете продемонстрировать источник дохода в другой стране, поступление средств сюда, и, например, то есть вы можете продемонстрировать, что этих средств хватает для того, чтобы, там, не знаю, платить аренду, там, за школу и так далее, то вам здесь дают визиторский пинг-слип. Пинг-слип — это как бы тип вот эта карточка такая розовая, ее называют здесь пинг-слип. Вам дают эту карточку, и вы можете здесь, опять же, каждый год ее нужно продлевать. По чисто визиторской визе, опять же, вы не имеете права работать. Да, то есть это важно. То есть только жить, находиться в стране. Да. Но без права на работу. Да. Соответственно, если, вот, я смотрю, вопрос был, да, сколько можно, насколько необходимо, необходимо ли ВНЖ на Кипре. То есть вы здесь без ВНЖ по российской провизе можете находиться три месяца. В полгода, по-моему. То есть общая полгода в год. Соответственно, да, если вы сюда переезжаете, вам нужно как-то легализоваться. В принципе, вы можете не легализовываться, скорее всего, о вас никто долго не знает. Но потом, естественно, что вас поставят в стоп-лист, и вы больше не едете. А, да, провиза сейчас остановлена, действительно. После начала войны провизы все перестали выдавать. Можно получить только национальную визу Кипра. Либо нужно пойти в посольство, иметь там какие-то основания для того, чтобы сюда въехать. Естественно, провизы нет. То есть сейчас можно, по сути, приехать сюда только по рабочей визе, либо если вот у вас есть национальная виза. А, еще можно сюда въехать по шенгенской визе, и там будут условия, которые вот в Шенгене есть. По сроку перебывания в Шенгене. Да, то есть Кипр не входит в Шенген, но по шенгенской визе сюда въехать можно. Вот. Там, на самом деле, достаточно большое количество таких нюансов. Если кто-то из тех, кто слушает, вот прям нужны какие-то подробности, вы мне напишите, я вам скину телеграм-канал, в котором вот это все каждый день очень много все обсуждают. Я, к сожалению, не особо как бы ориентируюсь в визовых проблемах, в этих всех вещах, но смогу себе что подсказать источникам информации. Ну, вопросов много сейчас. Я думаю, что там информация постоянно обновляется, и, наверное, лучше следить, взять на то, что вас интересует за такими ресурсами. Да, да. Вы говорили, что при переезде в ТПНЖ жилье про знакомых не хватает бабушек, друзей. На каком языке вообще разговаривают на Кипре? Первое время у меня такое ощущение, что я разговаривал только на русском. Здесь действительно очень много русскоязычных населения. Даже кто-то из киприотов немного говорит по-русски, но в основном все киприоты, так как когда-то Кипр был под британским влиянием, здесь очень практически все даже бабушки в каких-то далеких деревнях они говорят по-английски. Это немножко... Ну, вообще здесь греческий официальный язык, турецкий. Вот, по-моему, это неофициальный. А английский даже неофициальный, но я не уверена. Но здесь все говорят по-английски. Во всяком случае, в Лимассоле, в Пафосе, в Ларнике, в Никосии, как ни странно, чуть меньше, там больше греко... Ну, в смысле грекоязычных людей. Поэтому здесь совершенно никакого нету языкового барьера. Если вы хотя бы немного говорите по-английски, совершенно никаких проблем адаптироваться не будет. Причем английский здесь, это не то, что вы приехали в UK и вообще ничего не понимаете на их классном... Можно говорить, то есть можно свободно с минимальными... Можно говорить с любым акцентом, просто на любом... Ну, вот все, что вы знаете, вас все равно поймут и ответят тоже на простом английском, не на каком-то, не с какими-то там какими-то такими, знаете, грамматическими конструкциями, фразеологизмами и так далее. Вы абсолютно всех поймете. Даже британцы, которые, в общем-то, здесь живут, они стараются говорить на таком упрощенном английском. Вот. Так что никакого... Это один из плюсов Кипра. Здесь нет никакого языкового барьера. Я считаю. Вот. Если кто-то не согласен, может написать, но на моей памяти нет. Греческий язык можно учить, у меня были попытки. И его, кстати, нужно сдавать для некоторых виз, если вы хотите получить здесь не временное визноджительство, а постоянное визноджительство. Там сейчас ввели обязательную сдачу языка. Там какой-то элементарный уровень. В принципе, греческий язык, у него очень много общего с русским. И его достаточно просто учить. Если задаться целью, то как бы можно. Другой вопрос, что, честно говоря, практиковаться на греческом, ну, во всяком случае, в Лимассоле довольно сложно, потому что тут либо вот у тебя русский под боком, либо тебе отвечают на английском, потому что такие... Плюс много работает в обслуживающей сфере иммигрантов. Ну, это чтобы иммигрантов, они там, знаете, какие-нибудь, из Румынии приезжают люди, там, из Болгарии. Ну, болгары часто тоже по-русски говорят. Они... Или там из Прибалтики. Сейчас, в принципе, много людей из Европы, они вообще сами по-гречески не говорят. То есть, они к собой все равно будут говорить по-английски. Вот. Потому что очень много экспатов. А вы говорите на русском или чаще на английском? Или учите греческий и практикуете его? Не, ну, в основном, конечно, если в какой-то сфере там обслуживания, не знаю, там, иду в ресторан или в гостиницу или в магазин, в самом английский. Иногда я могу что-то сказать по-гречески, какие-то монетарные фразы. Ну, а в основном ему круг общения именно знакомые это все русскоязычные люди. И, в принципе, это у всех так, я думаю, здесь. А как местные жители относятся? То есть к мигрантам, к приезжим есть какие-то вопросы, недопонимания или все легко, комфортно? Смотрите, киприоты, в принципе, как любой южный народ, достаточно гостеприимные. И за всю свою историю у них на острове кого только не было. До, соответственно, было несколько волн иммигрантов и из России. Это я имею в виду последние какие-то, да, когда много арабов, в принципе, много экспатов вообще из разных стран. Они всех принимают, дают возможность здесь работать, соответственно, делают все, чтобы было комфортно платить налоги, вести бизнес и так далее, получать с этого деньги для острова, потому что они, в принципе, за счет них живут в какой-то степени, потому что производства Кипра нету собственных, все завозится, практически все. окей, есть туризм, да, но они, конечно, ставят, делают ставки на бизнес отрасли. Поэтому относятся они абсолютно лояльно. Есть такие, вот, бывает, можно сделать такое мнение, что там на русских, что привыкли, что у русских много денег, и поэтому с них там больше берут за какие-то услуги. честно говоря, я такого среди киприотов не встречала, я встречала только среди русских. То есть, вот, свои, своих любят, да, в этом плане. То есть, условно, ценник у русскоязычного, не знаю, там, тренера по плаванию для моего ребенка будет выше, чем, там, греко- или англоязычный. Интересно. То есть, такая вот тенденция есть, да. А с точки зрения киприотов нет, как бы нет. Ну, это, опять же, могут быть какие-то локальные вот такие как бы штуки, но нет. Единственное, что, конечно, они, мне кажется, вот такая моя точка зрения, они достаточно, ну, не то, чтобы вот ты там можешь очень легко войти в кипрскую семью, хотя здесь очень много смешанных семей, очень много браков смешанных, но все-таки они как-то, мне кажется, держат эту дистанцию, я не знаю. Может быть, я еще и не пыталась, у меня не было как-то необходимости, что ли, туда вот интегрироваться, и в основном я общаюсь с русскоязычными. Даже если это киприоты, они родом откуда-то вот из, давайте скажем, так из постсоветского пространства, и у меня прям такого опыта, вот прям с кипрской семьей общения нет. Есть соседи, мы живем пять лет в одном и том же районе, есть соседи-киприоты, да, мы с ними общаемся, разговариваем на бытовые темы, они нам чем-то бывают, помогают, подсказывают, еще что-то, но это вот такой вот именно small talk, да, на улице. Что это такое базовое? Да. Я думаю, что это характерная черта для очень многих стран, в том числе в Европе, войти в чью-либо такой комьюнити, просто так, как бы сложно. И вы чаще общаетесь с какими-то русскоговорящими сообществами, как-то их находите, то есть есть какие-то комьюнити, много их? Здесь, смотрите, Кипр, примерно, да не соврать, где-то население 800 тысяч человек, из них по оценкам 100 тысяч это русскоязычное население, то есть это не только люди из России, это из, да, всего, скажем, советского пространства, и здесь, если, опять же, речь идет о Лимассоле, очень такое крупное IT-комьюнити, IT-финансовое, да, очень крупные компании, где, я думаю, там порядка 90% русскоязычные сотрудники, и вот среди них, то есть, условно, как бы жены общаются с женами, мужья с мужьями, ну, то есть, как-то вот такое семейное это общение, между собой, да, и, ну, и, я не знаю, вот мы живем у меня здесь, не знаю, там, посчитайте, там, сколько домов, может быть, 40, наверное, может, меньше, ну, скажем, на районе, и половина точно русскоязычная, 100%. Это для Лимассола очень характерно, для Лимассола, да, здесь есть прямо русские такие районы, ну, и, в принципе, у нас тоже русский район, где, ну, вот считайте, да, половина точно будет русских, поэтому ты встречаешься везде, то есть, я в основном находила знакомых через ребенка, то есть, когда мы стали ходить с ним по всяким развивашкам, по встречам мам, потом в садик, еще где-то что-то, с кем-то пересекаешься, то есть, это практически всегда, вот, русскоязычные мамы, там, твоего возраста, и, соответственно, с ними я и общалась, и с ними, вот, мы начинали как-то знакомиться, и постепенно сформировался круг знакомых, плюс, если какие-то дополнительные занятия, например, я вот сама в какой-то момент начала ходить на йогу, там тоже было русскоязычное, потом я там занималась рисованием, там тоже русскоязычные, и вот так вот как-то вот это все, то есть, это все было именно, вокруг строилось такого русскоязычного комьюнити, и влиться в него, ну, здесь нет какой-то проблемы, влиться в русскоязычный комьюнити, ты просто приезжаешь на Кипр, начинаешь общаться, и вот как-то постепенно вливаешься. Как-то оно само так получается. Да, это большой плюс Кипра, я считаю, что русскоязычные комьюнити здесь, хотя я про это, я никогда не подумала, что я это скажу, но здесь, для меня, это один из самых больших плюсов, потому что это очень классные, образованные, интересные семьи, которые приехали сюда работать, на интересную, опять же, работу, сори за такое, и с ними абсолютно очень легко находишь общий язык, если тебе нужна какая-то помощь, опять же, можно просто написать в группе в фейсбуке русскоязычной, там, девочки, что сегодня, не знаю, там, подскажите, там, врача, ну, врача, да, это первое, что скажите, там, кому пойти, там, сразу куча отзывов, и, в общем-то, любую информацию можешь найти, не знаю, каждые 15 минут, и вот это сарафанное радио тебя приведет, и, как правило, это всегда рекомендации очень достойные, у меня такого не было, что мне там что-то советовали, например, и мне не нравилось, ну, было, но, в основном, ничего критичного, и, в этом плане, конечно, это большое-большое преимущество, то есть, ты сюда приезжаешь, как будто, вот, ну, что-то такое, не то, чтобы в Сочи, но, вот, какое-то такое есть, что родное, условное, что ты приехал сюда, как к себе, да, что ты приехал сюда, и чувствуешь себя очень, как бы, комфортно в своей тарелке, еще, кстати, такой момент, когда меня спрашивали про то, как относятся кибриоты к эмигрантам, на Кипре, это, кстати, важная такая тема, здесь православная церковь, и в этом плане, они, так как там, такие близкие связи с русской православной церковью, как бы, у них, вот, для них это важно, то есть, как бы, они как-то вот так принимают еще с точки зрения, вот, религиозного, потому что они, в принципе, да, они, в принципе, всеми, и у них еще много религиозных праздников, и они их все, там, сидят, соблюдают, то есть, это важно. Так что, еще раз резюмирую, русскоязычное комьюнити, здесь, оно большое, оно открытое, интересно общаться, никакой проблемы в лице, я считаю, ну, лучше ни с кем не порчить отношения, конечно, потому что, срок маленький, ни с кем-то, да, все равно все время пересекаешься, ну, в целом, как бы, проблем нет. облегчает процесс переезда, процесс адаптации, как-то по родному, душе. Да, да, да. Мы с вами упомянули еще два таких важных пункта, это образование и медицина. С чего начнем? Давайте образование. Вы когда переехали, сколько было лет Марку? Ну, ему было полгода. Полгода, то есть, все образование он получает на Кипре. Да, здесь на Кипре, да. Смотрите. А когда наш ребенок уже родился на Кипре? Да, родился на Кипре. Про образование. Здесь можно разделить все образование на государственное и на частное. Про государственное я знаю очень мало. Оно все на греческом языке. Школа с шести лет обязательна для посещения. Всем детям, которые находятся на Кипре, даже если вы просто визитор, важно, то есть вы физически должны отправить ребенка в школу. Поэтому, да, по этому поводу есть, и они бесплатно, ну, то есть они, там что-то платишь, какие-то, какие-то там взносы, что-то там. Ну, вообще, это бесплатное образование, шести лет обязательно. Это важно, потому что многие спрашивают, можно ли сюда приехать, учиться онлайн, на семейном образовании, еще что-то, еще как-то. для русских, во всяком случае, именно тех, кто из России, потому что я знаю эту систему, я так понимаю, что есть такая возможность, хотя про нее, как бы, не любят говорить, это всегда такие большие споры, но, чтобы, как вот узнают, что ваш ребенок не учится. Очень просто. Когда вы идете подавать документы в иммигрейшн, чтобы получить здесь статус, вы должны принести справку из школы, если ваш ребенок старше шести лет. И в этот момент, в принципе, если вы прикреплены к любой школе у себя на родине, в России есть такая возможность, у вас там есть оттуда, что вы прикреплены, вы там учитесь, даете там аттестацию и так далее, скорее всего, это примут. Во всяком случае, у меня есть знакомые, которые так делают. Это 100% проверенная информация. Но, опять же, это все на усмотрение иммигрейшна. То есть они в основном хотят видеть справку из местной школы. Это важно знать и понимать. И сразу же скажу, что сейчас на Кипре, то есть приехать, устроить в государственную школу, они вас не могут как бы не взять, потому что это обязательно образование для всех, у них закон. Но в общепризывательные кипрские школы, где обучение на греческом языке, туда не очень-то хотят отдавать детей в русскоязычные комьюнити. И в основном все стараются как-то пойти в частные школы. Либо, смотрите, либо начинают обучение в начальной школе, в общепризывательной греческой. Греческой я называю, потому что она на греческом языке. И потом уже переходят, например, со средней, со старшей школой в британские школы. Вот частный, то есть вот государственный сектор, да, я не очень в нем ориентируюсь, знаю, что с шести лет всем обязательно можно, нужно, и как бы туда все идут. Обязательно. Садики у них, если я не ошибаюсь, с двух лет тоже условно бесплатные. То есть там что-то платишь, но как бы... Вот самое интересное, что декрет до четырех месяцев, а после этого, как бы, вот что делать с четырех месяцев, до двух лет, я не очень понимаю, но как-то там, как-то кипреты выкручиваются. Есть вроде частные ясли, туда можно дать ребенка, ну как-то так. Либо сидят бабушки, либо няни, какие-то варианты придумывают. И если мы говорим о частном секторе образовательном, вот он в нем, внутри есть британские школы, которые ведут учения на английском языке по британской системе образовательной условия. Как она отличается от греческой, вот кипрской, я не очень знаю, у меня такое ощущение, что они примерно вот как-то там соотносятся. Одинаковые, что-то на одном уровне. Ну, то есть, ну там это как-то вообще европейский уровень. То есть, я думаю, что примерно все одинаково. Ну, она точно отличается от российской. Опять же, я не могу сейчас прокомментировать как, потому что мой опыт школьного образования, она в 20-летней давности, когда я сама учила в школе. Я уже не очень-то помню, что там происходит в российской школе. И, значит, здесь вот давайте так, возьмем Лимассол. В Лимассоле 10 частных английских школ, я считала вот прям все, в которых можно начать обучение там по-разному, но условно с прескула, то есть, это где-то, наверное, с 4-х лет. И одна школа, она ориентирована на более старший возраст с 13 лет, там уже готовят просто непосредственно поступление в вузы. И, насколько я знаю, сейчас 4 школы, где на русском языке, то есть русские школы. В Лимассоле, да. Это все частные школы. Вы можете поступить, если вы приезжаете из России, вы можете попробовать, да, податься там в одну из этих школ. Проблема в том, что сейчас в школах вообще нет места нигде. Из-за переведения. Да, из-за того, что сейчас очень много людей сюда релацировали, и это большая проблема, если честно. Не знаю, как будут решать. Вроде строят, какую-то новую школу международную. Кто-то что-то как-то пытается. Где-то места еще можно найти. Как-то ставят waiting list. То есть по-разному. Но, скорее всего, вот если вы приехали и вот такие, увидели, что здесь школа, такие, видите, выбираете, в какую бы школу пойти и спрашиваете там, в какую лучше. И вот вам нужно уже вот в сентябре вот этого года туда пойти, то у вас, скорее всего, не получится. Не факт, да. Не факт, что там будут места, и вы туда пойдете. Да. Соответственно, если у вас ребенок 6 лет, у вас нету справки из российской школы, ну, как-то непонятно, что с ним делать. Ну, видимо, придется идти в государственную школу. То есть как-то так. Ну, решают, во всяком случае. Вот не знаю просто, как вот именно сейчас, что будет в сентябре, пытаются как-то решить эту проблему. Соответственно, садики тоже, как я уже сказала, есть государственные садики, есть частные. Вот частные, они тоже там есть русские, есть британские. С двух лет в основном берут британские садики. Мне кажется, русские тоже. Мне кажется, если здесь нету таких вот прям... Ограничений. Может быть, с полутора лет могут взять. Зависит от ребенка, я думаю. Да, я думаю, что есть от ребенка. Марка, Марка ему отдали где-то в два года, он пошел в британский садик. Британский. Да, значит, большинство садиков здесь, они работают до полудня. Дети здесь не спят. Ну, в таких садиках, да. То есть они обедают, и ты их забираешь. Есть садики, которые работают до четырех вечера, редкие работают до шести. И в таких садиках могут укладывать спать. Опять же, есть разные опции. Сейчас стало больше. Сейчас стало легче, стало больше русскоязычных садиков. Вот именно с дошкольным образованием сейчас попроще. То есть есть такой прям выбор, мне кажется. В принципе, с садами, наверное, такой проблемы, как со школами, нет. Все-таки куда-то пристроить точно можно, я думаю. Ну, опять же, если что, можно... А, в государственный садик сложно пристроить. У них там... Они записывают чуть ли не... У них там регистрации. Заранее, заранее. Да, из серии феврале. Вот если ребенка в сентябре, они записывают в феврале только несколько дней, там регистрации, и садим только рядом с домом. То есть там такая... Ну, школа, кстати, тоже рядом с домом, только можно выбрать. То есть прям по прописке вот это похоже на то, что в России. Вот, в британской системе... Я просто вижу вопросы. Это... Да, я просто хотела про Марку уточнить. Он у нас учится, да, в британской школе. И на каком языке вообще вы разговариваете с ним, на каком языке разговаривает он? Смотрите, он с двух лет пошел в британский садик, проходил туда два года, потом мы его перевели в школу, ну, это как бы такая очень условная школа. Это пресс-скул, прересепшн-ресепшн. По сути, тот же садик или как подготовительные группы. Но она как бы... Он находится при той вот школе, в которой он вот сейчас в сентябре пойдет в первый класс. Да, когда он собирается пойти. Праймарискул, как бы. То есть это одна вот такая большая система, большая школа. Соответственно, он там вот с двух лет, четыре года уже в этой системе. Когда он учился в садике, когда он был в садике, мне кажется, большая часть детей была русскоязычной. Это, кстати, проблема у всех британских садиков. Здесь практически все эти русские. Английский они учат там очень условно, честно. То есть в основном все дети все равно общаются на русском. А в школах их уже просят не говорить по-русски. И потихоньку они переходят на английский. То есть вот сейчас еще в первом, в прересепшн-ре прошлом году детей у нас в школе не просили говорить не говорить по-русски. Сейчас уже начали. То есть у них прям как бы строго, что говорим только по-английски. То есть в школе... Да, да, иначе как бы они вот, собственно... Опять же, в школе половина... Ну, окей, у него в классе, может быть, не половина, а чуть меньше половины детей русскоговорящих. Соответственно, как они научат язык, если они между собой будут по-русски говорить? У них, ну, это как бы позиция школы. И они сейчас учат... В принципе, за этот год очень большой прогресс. Дома мы говорим только по-русски. Все дополнительные занятия у нас, по-моему, тоже... У нас, по-моему, нет англоязычных. Тоже всё только по-русски. Это как бы наша такая политика в том плане, что сохранить язык. Не терять. Да, он учит русский слегопедом сейчас. И... Ну, такое понятно, что... Как бы они там звуки, буквы, какое-то элементарное чтение. Со следующего года, я думаю, что просто мы уже целенаправленнее будем этим заниматься. Именно изучением русского языка. По школе русского... Вот именно в этой школе, в которой он ходит, не будет. Да, я вот поэтому и уточнила, что если в школе не будет русского, то русский нужно как-то поддерживать. То есть это задача родителей. Это задача родителей обеспечить занятие ребёнку русским языком. Говорить семьи по-русски. Не знаю, круг знакомых и так далее. В школе они говорят по-английски. Сейчас вот ему 6 лет. В принципе, он уже как-то там худо-бедно читает. Пишет по-английски. То есть у них очень рано. Вот это начинается раньше, чем у нас. Получается на год. То есть если в основном в России в 7 лет идут в первый класс, то здесь, в принципе, по Европе это 6 лет. То нужно присоединяться к нам, к нашей школе. Русский и чтение. Да, да. Для деток билинговых на платформе. У нас интерактивный формат и тоже занятия с педагогом один на один. Очень многие так и делают, да. Очень многие действительно так и делают. Чтобы поддерживать. Онлайн русская школа, да. Это правда. Потому что, наверное, тяжело всё-таки только дома. Какие-то бытовые вопросы, темы. Чтобы изучение. Я сталкивалась с тем, что дети, ну прям сиблинги из русскоязычных семей, хотя там бывает такое, что они смешанные, то есть условно папа кипрёд, мама русская, они говорят между собой по-английски. То есть они русские, и мама у них с ними говорит по-русски. Там в семье могут говорить по-русски, но между собой они говорят по-английски. И по-русски, например, они могут даже нормально говорить по-русски. Ну с такими, понятно, что немножко оборотами странными. Не хотели. Теряются язык, да. Но, например, они не пишут на нём. То есть я была знакомая, выросшая здесь девочка в русской семье. Она прекрасно говорит по-английски, училась в Англии. Её учили долго русскому языку. Она хорошо говорит по-русски, но когда мы с ней ввели переписку, я всегда ей писала по-русски, она мне отвечала по-английски. И так, кстати, очень многие делают. Ну то есть они... Да, им легче, легче на английском. И у детей то же самое. У нас очень много родителей. Жалуются на то, что ребёнок знает русский, но ему легче говорить на английском. И он говорит нам на английском, друзьям в школе. Поэтому язык теряется. Это, конечно, очень уже нехорошо. Знаете, давайте мы сделаем так. Так, у нас немножко времени уже много, но я сейчас постараюсь рассказать основное про систему здравоохранения. Я так понимаю, что это важный вопрос. Да, да. То есть про образование важно. Если вы сейчас переезжаете с ребёнком старше 6 лет, первое, что вы должны озадачиваться вот прямо сейчас, это искать ему школу. Школа. То есть это первое. Либо пытаться как-то вот это играть со справкой из русской школы. Ну, короче, что-то придумывать. Это важно. Это надо запомнить. Из всего, что я рассказала, это самое важное. Проблема с языком, если у вас ребёнок 10 лет, никогда не учёл английский, поступить в британскую школу, это всё за два месяца. Дети всё адаптируются. Все британские школы, они, ну, практически все, у них там есть программы как бы адаптации, они очень хорошо адаптируют детей, всё будет нормально. То есть ребёнок заговорит по-английски очень быстро. Если вы пойдёте в греческую школу, то он заговорит по-гречески тоже очень быстро. То есть здесь проблемы нет. Да, проблем вообще нет. Супер. Это как бы важно знать. Но ребёнка надо пристроить. Ничего не будут. Найти, найти место. А сейчас это ещё актуальнее. Да, да. Окей, дальше. Здравоохранение. Здесь обычно ругают очень сильно местную медицину. Наверное, это как бы везде так. То есть в России тоже мы ругаем медицину. Но здесь прямо действительно есть немножко такая специфика. Здесь есть врачи, которые учились в России. В основном русскоязычные идут к ним. Хотя, честно говоря, у меня был опыт с абсолютно киприотами, которые учились за границей. И как бы это хороший опыт. Единственное, что когда ты говоришь на медицинскую тематику, или там про детей, или там ведёшь беременность, конечно, обычного языка тебе может уже не хватать. И вот эта вся терминология, она очень непонятна. Поэтому стараешься пойти к русскоязычному специалисту. Здесь в принципе есть выбор. То есть практически, там, не знаю, офтальмолог русскоязычный, есть педиатры несколько, терапевты несколько, хирурги, кто-то там говорит по-русски точно, акушеры-гинекологи. В принципе, есть выбор, можно найти. Вся медицина для тех, кто приезжает, она платная получается. У вас, в любом случае, вам придётся оформлять страховку, чтобы получить, ну, во-первых, приезжайте сюда со страховкой туристической, да, она там какие-то, что-то покрывает. И потом вы оформляете страховку, если вы визитор, то вот для иммигрейшна, минимальная страховка, она стоит порядка 150 евро за год на человека, но она не всё покрывает, то есть надо быть готовым, что всё равно придётся платить. То есть какие-то там условно сложные кейсы, да. Если вы работаете, здесь вот есть рабочая виза, то вы имеете право на бесплатный, то есть как бы она, как она не даже бесплатная, то есть это как ОМС условно, да, то есть платите не вы, а государство за вас. За вас. Да. Это называется ГИСИ, система ГИСИ. Практически, туда очень много всего входит, то есть даже можно беременность по ГИСИ вести, роды по ГИСИ в частной клинике. То есть здесь, получается, все врачи, они как бы частники. То есть здесь есть такое, что поликлиника, ты пришёл, там вот как бы все сидят врачи, ждут тебя по кабинетам. Здесь все врачи, у них частная практика, они где-то там разбросаны по городу, есть несколько госпиталей, есть частные, в Лимассоле один государственный госпиталь, два частных. И там, ну, как бы вроде собраны специалисты, но в основном ты всё равно ходишь где-то, вот там, ты что-то к педиатру поехать, тебе надо в одно место поехать, как к кулисту. То есть разбросаны, не в одном месте, то ты выбираешься. И они как бы все частные получаются, ну, а кто-то из них, большинство входит в эту систему ГИСИ, то есть если ты здесь работаешь, ты можешь пойти практически к любому частному специалисту бесплатно. Если это ты оплачиваешь сам, это стоит средний, чтобы вы понимали уровень цен, такая средняя цена, по Лимассолу за визит, например, к терапевту, это 50 евро. Даже если ты пришёл просто там, не знаю, послушать легкие, это будет 50 евро. Кто-то, может быть, 40 бывает, находит, бывает 30, но редко, но в основном 50. Очень дорогие анализы, дорогая стоматология. В общем, если вы платите сами за себя, это очень дорого, поэтому, условно, вы планируете переезд на Кипр, и у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, лучше решить их в стране. В стране вашего. Да, да. Потом разберётесь, что-то как-то со страховками, посмотрите, где что лучше. Всё-таки, вот, считается среди, скажем так, русскоязычного комьюнити, что медицина здесь плохая. У меня разный был опыт. Я как бы не могу сказать, что вот прям всё настолько плохо, или там прям очень хорошо. В целом норм. То есть, если вы не страдаете какими-то серьёзными хроническими заболеваниями, и вам не нужны какие-то сложные хирургические операции, или вот что-то такое, то есть, если вы такой статистический пациент врача, то всё будет нормально. Очень любят здесь антибиотики, конечно. Но можно самому, то есть, можно как-то, не знаю, можно придумывать, искать врача онлайн в России, проверять там как-то назначение. Ну, в общем, что-то, врача, которому вы доверяете, писать, спрашивать, здесь сдавать анализы. Если вы приезжаете, вы сможете приехать, то есть, как вот все делали, была возможность приехать в Россию, там обычно сдавали все анализы, ходили по врачам, то есть, мы брали какие-то заключения, а здесь уже только в случае какой-то экстренной необходимости, если там ребенок заболел, поехать легкие послушать, проверить. Так что, в целом, да, был вопрос, я вижу, про ведение беременности, вот в тех вопросах, которые мне присылали. Смотрите, и тут такая история, кому интересно подробно почитать, у меня есть пост уже в Инстаграме, так как я недавно через это все проходила, я писала про свой опыт, если коротко, то тут нужно немножко постараться, чтобы, если вы хотите родить себя, естественно, здесь нужно немножко постараться найти врача, и как-то вот это все, не знаю, свою позицию четко держать, потому что на Кипре самый высокий процент кесарев в течение по Европе, 53, если не ошибаюсь, это очень новое, очень любят это дело, всегда предлагают, сами киприоты очень любят кесарев, ну, то есть, чтобы не проходить через естественные роды, то есть, ну, просто назначают, да, кесариат. И для кого это важно, как бы, вот этот момент для себя отметьте, то есть здесь просто нужно будет искать, можно найти все, это все очень реально, то есть я, у меня был очень такой позитивный опыт, без проблем, ну, как без проблем, то есть проблема есть, но она решаема, то есть такого, что, ой, нет, все, я хочу родить естественные киприи, я не рожу, такого нет, конечно же, все можно найти, но придется вот так вот что-то как-то поискать, поездить, познакомиться с врачами, может быть, поискать долу, ну, как-то вот что-то, в общем, привыкнуть. Почитать ваш пост для начала? Ну, можно, да, прочитать, сейчас очень многие пишут и про беременность на Кипре, то есть, опять же, информации много, вы не останетесь наедине, не знаю, с своими проблемами, да, с своими проблемами обязательно, как бы, все найдете. Так, что еще? Давайте, какие еще вопросы? Да, может, вы хотите добавить что-то от себя? Что-то важное для вас, какая-то тема? Если есть какие-то вопросы, давайте я подумаю, если есть какие-то вопросы сейчас с чата, можно что-то ответить. Еще меня спрашивали, вы писали, кому подойдет жизнь на острове? Это, кстати, хороший вопрос. Скажем так, если вот вы прямо сейчас выбираете между вас вот такой классный специалист, и вы можете поехать прямо, вас везде ждут в 10 странах Европы, там, в Штатах, еще где-то. Кипр, наверное, не прям первое место, куда прямо нужно рваться. Но если у вас, вам предлагают релокацию на Кипр, у вас семья с маленькими детьми, то это, я считаю, очень достойный выбор. и очень такой, знаете, здесь очень низкий уровень стресса, вхождения. Да, русскоговорящие комьюнити, вы так все рассказали, прям чувствую, что не будет таких сложностей, какого-то барьера. Но, значит, ключевое, маленькие дети, у вас есть работа, которая вас устраивает, она высокооплачиваемая, достаточно, так как на Кипре все-таки жить дорого, это одна из самых дорогих стран Евросоюза. И за счет того, что это остров, сюда все привозят, как бы, ничего не производят, то есть такая специфика, плюс аренда высокая сейчас действительно. То есть, как бы, вот уровень зарплаты, его нужно учитывать при планировании переезда. Плюс, если у вас есть какие-то амбиции, например, делать бизнес, или вы хотите, чтобы у вас дети стали олимпийскими чемпионами, ну, я вот так вот сейчас, как бы, да, фантазирую, опять же, это не про Кипр. Здесь очень маленький рынок, в том числе русскоязычный, бизнес сделать действительно сложно. Ну, то есть, какой-то прям локальный можно, да, заниматься, но если вот вы хотите что-то развивать, вряд ли. Плюс, опять же, здесь есть свои, да, киприоты, киприоты ходят к киприотам, к русским, ну, как бы, так. Если, опять же, так, про детей, про детям, маленьким на Кипре есть чем заняться, ну, опять же, да, большая песочница, берег моря, и так далее, свежий воздух, да, есть свои проблемы, кстати, вот, тоже они не все очевидны, опять же, кому интересно, у меня в профиле есть ссылка, я писала статью, ну, прям ссылка с профиля, там есть статья плюсы и минусы Кипра, я очень подробно сейчас написала, здесь как бы есть свои нюансы, в том числе климатические, то есть их нужно учитывать, есть почитать, я знаю, что можно перейти, посмотреть интересные темы, вопросы. Кипр без прикрас, можно почитать, погуглить. Очень-очень здорово. Там можно почитать, это, скажем так, я собрала основные темы, и, в принципе, они более-менее раскрыты, то есть такая, как бы, общий градус по Кипру вы поймете. Что еще? Анастасия, у нас тут спрашивают, да, вопросы, вот последних несколько, подскажите цены на сады и школы. Анастасия вот говорила, что это что-то невысокое, такое минимальное. Это государственные, это государственные сады, да, там, я вот вчера специально залезла на форум, посмотрела, сколько стоит государственный садик, ну, я нашла какие-то цены, там, от полностью бесплатного до 140 евро в месяц. Если мы говорим про частные садики, я думаю, что минимум это 350 евро в месяц за полдня, школы, давайте возьмем там с праймери, будет стоить, ну, примерно 6 тысяч евро в год. 6 тысяч евро в год. Да. Это примерно, начиная вот с праймери, а дальше оно повышается, старшие классы стоят порядка 10 тысяч в год. Так, еще был вопрос в самом начале тоже про цены на жилье. Если мы смотрим аренду, сейчас что-то более-менее вменяемое, я уже даже боюсь, честно говоря, прогнозировать, но я так понимаю, что от полутора тысяч евро в месяц, можно что-то посмотреть, если такое новое современное жилье, наверное, это уже стоить будет 2-bedroom порядка 2,5, я думаю. Это лимассол. Пафос, Ларнака, там дешевле. А, если покупка, опять же, ну давайте возьмем какую-нибудь двухкомнатную квартиру в каком-то старом здании, порядка там от 200 тысяч, я думаю, это будет стоить евро за квартиру. Опять же, лимассол. Сейчас цены выросли. Вижу еще один вопрос по поводу расизма. Есть ли какой-либо расизм, но знакомая детки Мулату все ли будет хорошо? Нет. Есть немного сейчас напряженность внутри русскоязычного комьюнити из-за войны с Украиной, но там в основном конфликт между, скажем, не знаю, русскоязычными внутри, то есть это внутри самого комьюнити. С точки зрения я никогда не встречала, есть какие-то отдельные истории. В школах это все сильно пресекается, потому что Кипр это как бы нейтральная страна, здесь очень много национальностей, куча экспатов, и как бы, чтобы вот такие какие-то расистские вещи проходили, нет. Такого нет. Здорово. Так, тогда у нас уже Анастасия, чтобы вас не задерживать, может, вы еще добавите что-то в конце от себя? Сложно что-то добавить. Я думаю, что надо ориентироваться, конечно, если вы задумываете о переезде на Кипр, нужно здраво взвешивать плюсы-минусы, понимать, что это остров, понимать, что это такая большая деревня, понимать, что как бы здесь полгода экстремальной жары, полгода очень холодно в домах, ну, здесь есть климатические особенности, например, здесь есть полевые бури, если у вас дети, здесь некоторые дети иногда приезжают спасаться, например, от астмы, а некоторые здесь ее приобретают. То есть это такая бы такая тоже, например, этот миф, на самом деле этот миф, что дети на юге, море, солнце мало болеет, нет, здесь очень сильные, тяжелые бактериальные инфекции, которые очень долго не проходят, поэтому я не могу сказать, что прям вот дети здоровее как-то. Или там есть такой миф, да, что Кипа, остров, наверное, много морепродуктов, но здесь очень теплое море, и морепродуктов своих здесь практически нет. Здесь только рыбу, да, рыбу выращивают на фермах, и то она получается как бы выращенная. Ну, есть, конечно, можно купить там дикую рыбу, это все, все можно, вопрос, в общем-то, цены. А так, сейчас вот уже, смотря, да, там, наверное, если бы мне спросили, не знаю, советую, или нет пресс на Кипр, опять же, да, если это ваше единственное, ваше единственное предложение по релокации, и вы принимаете все минусы Кипра, то обязательно нужно, я считаю, что нужно пробовать, да, пожить, в конце концов, как бы от этого ничего не потеряется. Почему нет? Здесь действительно хороший, удобный, комфортный вариант для семьи с маленькими детьми. Вот здесь, если им постарше, там есть свои особенности, им о свободе сделать нечего, детям просто. Но в целом все решаемо, как бы, если есть возможность сплотить за, опять же, обучение в британских школах, дети потом поступают в британские или европейские вузы, спокойно себе уезжают в Европу, там учат работы и так далее, ну, то есть, проблем нет. Вариант очень хороший. Да, да. Здорово. Анастасия, спасибо большое за ваш прямой эфир, спасибо за ваше время, за то, что были с нами. Да, спасибо, что пригласили, я надеюсь, эта информация кому-то была полезной. Если у вас, у тех, кто смотрит сейчас или будет смотреть записи, будут конкретные вопросы, пишите, я стараюсь всем отвечать или, как минимум, расскажу, или, как минимум, расскажу, где взять информацию. Отлично. Хорошо, Анастасия, спасибо еще раз большое, будем с вами на связи, надеемся, что наш эфир был легкий, интересный, а самое главное, полезный. Все, хорошего дня всем, до свидания. До свидания. Для тех, кто остался с нами до конца, как мы и обещали, от нашей школы мы подарим вам гайд по переезду, кому это интересно, оставляйте плюсики в комментариях, и мы с вами свяжемся.